Так вот, вопрос, по которому очень хочется поговорить, но который едва ли имеет своё решение, это вопрос о критериях истинности религии. По какому критерию могли бы мы определить, оценить, увидеть? Всё-таки какая же религия имеет под собой гораздо большее основание, нежели другие? Я говорю, гораздо большее основание. Выражаюсь очень мягко, потому что сказать, что какая религия вообще истинна, то это трудно. Какая ложная – это проще, потому что в религии могут быть такие положения, в какой-то религии, которые совершенно очевидным образом исключают возможность признания её в качестве истины, где проповедуется, например, какая-то ненависть. Правда же? Проповедуются какие-нибудь культы человеческих жертвоприношений. То есть сказать это проще, какие религии ложные. Хотя, когда уровень, я бы сказал, нравственного учения повышается, проблема осложняется. Ну так вот, значит, тема критерий истинности религии. Как тут можно было бы подойти к рассмотрению этого вопроса? В чём сложность, сразу вам скажу. Этот вопрос, он требует какого-то объективного критерия, то есть стоящего вне религии. А по определению это очень трудно найти. Оценивать религию с точки зрения того критерия, который вне религии. Но есть некоторые вещи, о которых мы, наверное, всё-таки можем говорить. И вот я попытаюсь об этом сегодня сказать-сказать. Является очевидным и, по-видимому, бесспорным фактом то, что человечество в целом и каждый человек, по крайней мере, почти каждый, за редчайшими исключениями, находится не в том состоянии, к которому оно, человечество, стремится. Да и он, человек, хотел бы тоже. Таково и иметь. Совсем не в том состоянии. Помните, мы с вами говорили, что изначально человечество стремится к миру, согласию, справедливости и, таким образом, благоденствию на земле. Это естественное стремление. Однако, парадокс состоит в том, что при этом самом, кажется, настойчивом, искреннем стремлении к этим вещам истории, свидетельствует нам о прямо противоположном. Мы практически почти не находим моментов в истории человечества, когда именно было бы вот это, к чему оно стремится. Иногда на какие-то моменты у отдельных народов бывают эти состояния благополучия. Но если мы в целом посмотрим, насколько нам позволяет историческая наука, то мы убеждаемся прямо в противоположном. Непрерывные войны, кровопролитие, коварство, насилие, завоевание, агрессия и чего только нет. Это вот факт. Как его можно оценить? Это вопрос, над которым, я вам скажу, задумывались великие умы, да и до сих пор это остаётся проблемой. Многие склонны это объяснять, это явление какой-то неразвитостью сознания человеческого. Однако и здесь, опять-таки, история противоречит этим убеждениям. Если мы откроем такие древнейшие, древнейшую литературу, например, Библию, расшифрованные клинописи, законы Хаммураппи, эти древнейшие источники, так, мы находим там мудрейшие вещи, поразительная мудрость, которую мы там найдём. Если обратиться к истории хотя бы древнегреческой мысли, посмотрите, какие там умы были. Не случайно Иустин, философ и мученик, да, писал с таким вдохновением, говоря, повторяя и называя имена Сократа, Гераклита, Солона, этих знаменитых, Фалеса, этих знаменитых семи мудрецов. Это действительно поразительно. Жили за многие столетия до нашей эры. Ум? Ну, что вы! Величайшие философы, без имён которых вы, наверное, не найдёте ни одной истории философии, таких, как Платон, Аристотель, так? Они же просто поражают силою своей мыслью. Так что, я к чему это всё говорю? Что объяснить вот это парадоксальное явление, с одной стороны, идеальное стремление человека, а с другой, на личную реальность, объяснить неразвитостью, недоразвитостью, это невозможно. Тем более, тем более, это уже вообще убийственный факт, что, оказывается, наше время не на йоту не лучше, а хуже, чем то, о чём мы читаем в истории. Кровопролитие последних веков, особенно XX века, превосходит всё, что было, наверное, до этого. По обилию пролитой крови, насилии и так далее. В чём дело? Значит, идея неразвитости сознания полностью отпадает. Другая точка зрения, которая говорит очень неприятную вещь, но не приняв которую, мы останемся в тупике, утверждает, что какой-то порок не порог, а порог присутствует в самом человеке. Несмотря на эти идеальные его стремления, какой-то порог в самой психике, как говорят, или в самой душе, или, хотите, в самом уме, ну, в человеке, одним словом, присутствует. Именно этот порог извращает человеческую деятельность и приводит человечество в целом к этим страшным явлениям. И, обращаю опять-таки ваше внимание, и каждого человека. Вот об этом же, об этом великолепно сказал один из древних, потрясающих, я бы сказал, мудрецов, может быть, один из самых великих мудрецов, о которых, к сожалению, в историях философии не пишут, а жаль, потому что мудрец действительно был потрясающий. И не пишут по одной только простой причине, что он был апостолом. Я говорю о Павле. Действительно мудрец. Вы только почитайте, его. Это потрясающее проникновение вглубь человеческой природы, его психологии. Это удивительные мысли человек, силы, искусства, если хотите, мысли даже. Что он пишет? Он, если хотите, точно назвал этот порог, точно назвал, о котором другие мудрецы даже умалчивают, ходят вокруг около и никак и не могут. Знаете, как вот бывает? Как будто, как чёрная дара. Вот ходят вокруг и ничего не видят. Он абсолютно точно назвал, бедный я человек. Я делаю не то, что хочу, а что ненавижу. вы знаете, так смело сказать, в истории, по-моему, это в небо, так смело сказать, открыто, не то, что хочу, а то, что ненавижу, не то доброе, что я вижу и к чему стремлюсь, а то злое, от чего я отказываюсь, отвергает, душа моя не принимает. Это я делаю. Повторяю, не знаю, говорил ли кто так прямо, откровенно и сильно, как он. Он назвал то, что никак нельзя отвергнуть с точки зрения чего? Не просто психологии. Психология, ну, представляется, что-то даже поверхностное с точки зрения, извините, употреблю термин философский, с точки зрения антологии, то есть сущностного понимания человека. Нельзя отвергнуть этого. У меня представление, знаете, какое? Что апостол Павел сделал примерно то, что мы находим в сюжете, в сказке о новом наряде короля. Помните, когда мошенники его обманули и изобразили, что ему шьёт новое, какое-то необыкновенное одеяние из самых, ну, не знаю, драгоценнейших материалов мира. Да, но только их может, это может увидеть только умный человек. Дурак, конечно, ничего не увидит. И, как вы помните, сказка была замечательная, да, когда короля раздели наголо, они изображают, что ему примеряют, но он, как умный человек, конечно, это видит и восхищается. вельможи вокруг голого короля тоже ходят и изображают, что они видят что-то такое царственное, пока король не вышел на улицу. И тут какой-то хулиганистый мальчишка, как завопит, а король-то голый! Это была трагедия, конечно. Так вот, действительно, апостол Павел назвал вот это, а король-то голый, посмотрите, кто человек-то! Какой там звучит гордо! Он проявляет себя хуже зверя, он проявляет себя прямо как эти шайтаны, бесы, дьявол! На всех языках, если хотите, это чёрная тёмная сила. Вот как он себя проявляет! Человек – это удивительная бездна! Когда он в неё впадёт, когда он позволит этому развиваться, тогда мы содрогаемся от ужасов. К чему всё это я говорю? Как вы думаете, как вам мниться? Ну, я понимаю, что вы понимаете. Я только просто теперь скажу, скажу, почему я это говорю. Это факт объективный. Это факт, не требующий ни религии, ни нерелигии, ни веры, ни неверия. Нет, это факт, и всё. Но вот, что интересно. Интересно, что объяснение этого факта где находится? В области психологии мы никакого удовлетворительного объяснения не находим. Но только разве сказать, что человек от предка обезьяны произошёл такой, только так? Но что-то здесь не очень всё сходится, если предположить эту эволюционную гипотезу. Не сходится по очень простой причине. Вы слышите, это очень важно, потому что вы можете найти такой ответ. По очень простой причине, что сама идея эволюции без Бога не находит в себе никакого подтверждения. Вы слышите? Нет! Это же мечта, а не теория. Это в лучшем случае гипотеза, но не теория. То есть, я говорю, произнося слово теория, я говорю, о научной теории. Научная теория имеет достаточное количество фактов. Здесь нет этого. Нет основополагающего закона в науке. Ни одного факта нет, чтобы неживое образовало живое. Нет такого закона, наука не знает. Достаточно одного этого. Нет! А если этого нет, простите, что тогда стоит вся теория эволюции? Ничто! Если нет такого закона, приходится только удивляться. Так вот, значит, сказать о том, что человек как существо, происходящее естественным эволюционным путём, оказалось несовершенным, и этот порог в нём обусловлен именно недоразвитостью вот такого рода, это утверждение не имеет под собой никаких оснований. Итак, к чему мы приходим? Приходим к тому, что если вне религиозное сознание не имеет никаких объяснений? Нет! Обратимся к религии. И вот здесь любопытная вещь. Кроме христианства ни одна религия не утверждает того, что с человеком произошла катастрофа в самом начале его существования. Эта катастрофа называется грехопадением, называется искажением образа Божия, грехом, повреждением, как угодно всем ясно, о чём идёт речь. Произошла катастрофа, в результате которой, говорит христианство, в человеке возникли возникли те свойства, которых в нём не было. Прежде чем он стал смертным существом. Сама его плоть исказилась, приобрела дебелой, очень хорошее славянское слово, дебелость, плотность, оплотнённость, вот эту сгущённость, эту массивность, в отличие от той духовности, в которой оно было. Христианство рассматривает это положение как одно из самых фундаментальных в своей системе вероучения. Вот в чём причина. Оказывается, в человеке возникли возникли в результате его свободной воли возникли страсти, греховные страсти. На почве, кстати, надо сказать, не греховных. Греховные страсти возникли, которые, развиваясь, и приводят вот ко всем этим аномалиям как в личной, так и общей человеческой жизнью. Только христианство учат об этом. Причём, не просто учат, не просто упоминают. В Библии написано кожаные ризы, облёг Бог кожаные ризы. И, в общем, дальше ничего нигде не описывается, ничего не говорится, что же произошло-то. Мы находим только в христианстве, в христианском богословии мы находим объяснение вот этого потрясающего исторического, я бы сказал, явления, находим объяснение, раскрытие и обоснование. Только в христианстве больше нигде находим ответ на этот вопрос. И находим не только ответ на вопрос, какова причина всего этого, но и другое. Мы находим целое стройное объяснение и как это произошло, и как можно с этим справиться, как можно это излечить. Христианство предлагает нам не что-нибудь, а говорит о Христе. Таким образом, друзья мои, к чему мы приходим? К очень интересным вещам. От этого явления, явления повреждённости, мы приходим логически к христианству и ко Христу. И вот здесь, здесь мы с вами находим, находим то, что нам требовалось. Мы находим целую серию, если хотите, целый набор потрясающих объективных аргументов, которые свидетельствуют о божественности христианской религии. Слышите? Находим вот что, о божественности христианской религии. Целый набор аргументов, о котором мы с вами уже говорили, как вы помните, это исторические, абсолютно, так сказать, полная научная достоверность историчности Христа, историчности фактов, которые сопряжены с историей христианства, и, опять-таки, это просто загадочное, а лучше сказать, чудесное явление сохранения христианства в истории, которое объясняется, опять-таки, только, только с христианских позиций и никаких других. Мы находим целый ряд вероучительных положений, которые поражают каждого объективного исследователя, беспристрастного, ищущего действительно истины. Он только одно скажет – да, этих истин никогда не было, не было. Взять их ни Иисус, этот еврей, ни апостола, эти евреи, иудеи, ниоткуда не могли. В иудейской религии нет, в окружающих религиях нет. Откуда? Это целый набор истин, вы подумайте, целый набор истин. О Боге любви, о Боге троицы, о Боге Сыне Божьем, об этом совершенно уникальном воплощении, которого языческая мысль даже никогда и представить себя не могла. Что вы! Об этой идее самой спасения Христом распятым о кресте. Целый набор! Это совершенно очевидно, помните, мы с вами говорили, ну, хорошо, какую-то одну истину как-то вдруг, по какому-то, я не знаю, озарению мог сказать, а тут целая серия этих истин. О чём это говорит? о божественном происхождении. Только Бог мог дать такие истины. К чему мы следовательно приходим? Поговорим о критериях истинности религии. Оказывается, этим критерием, этим критерием первое является учение о повреждённости, роковой повреждённости человеческой природы в начале истории и о том спасении, которое совершается, совершено и совершается Христом. Вот. О том, что христианство божественно, об этом мы с вами говорили, повторяю вам ещё целый ряд аргументов объективных, то есть независимых от моего отношения к христианству. Я могу его не признавать, я даже не хочу признавать, но эти аргументы, знаете ли, говорят сами за себя. Я ничего не могу сказать вопреки им. Вот так. Это вот, друзья мои, один из очень интересных, неинтересных, а я бы сказал, серьёзных, таких объективных моментов, которые надо иметь в виду, когда мы пытаемся говорить о критериях истинности религии. Пить, как мы приходим, к чему? Можно обвинить и сказать, вы всё сводите к христианству, а почему не свести к другой религию? С удовольствием бы мы это сделали, если бы мы нашли то, что мы находим здесь. Здесь мы находим объяснение конкретное, ясное и находим обоснование этого, этого, христианской религии, того, чего не находим вне его. Вот. Это вот, во-первых, те вещи, о которых необходимо было сказать. следующее, мне кажется, тоже очень важные моменты, которые заслуживают, по крайней мере, внимания. Поскольку, если мы попытались уже картину представить в таком виде, и что именно христианская вера, как совокупность истин, действительно имеет происхождение, как убеждает в этом нас, по крайней мере, наша логика, то мы должны обратить здесь внимание и еще, по крайней мере, на два очень серьезных момента. Первый момент сопряжен вот с чем. А что требуется уже не путем сознания или путем рассуждения, или путем рассудка только для убеждения в этом, но еще и требуется, требуется, если хотите, обратить внимание на чисто духовную сторону в понимании этого вопроса? Что может быть критерием истинности в религиях как таковым? Какой момент? Обращаю ваше внимание, друзья мои. Весь вопрос. Любая религия, а под религией, я разумею, только то мировоззрение, где принимается бытие Бога. Я со всем категориям религии не отношу. Вот эти всякие шаманские, оккультные, где там Бога есть, он, нет, это не имеет никакого значения. Так, я говорю о религиях только как о мировоззрениях, которые именно в основу всего кладут веру в Бога. Так вот, теперь подумайте, к чему это? как только мы сказали слово Бог, и как только именно Его мы обозначили, если хотите, целью, идеалом человеческих стремлений, то есть в религии задача какая должна быть? Прийти в единение с Богом, прийти к Богу, быть с Богом. Я не хочу говорить о нюансах в разных религиях. С Богом быть, ибо Бог по определению есть истина, есть благо. Так? Как только мы, значит, об этом заговорили, то встает вопрос, а что же, что же необходимо для этого в качестве самого главного, самого фундаментального, при каком условии только человек может действительно прийти в единение быть с Богом? По-видимому, не вызывает особых сомнений в том, что если мы не будем Бога уже предельно антропоморфизировать, то есть представлять его как человека, только с идеальными свойствами, человека, не будем о нём думать как существе, которому можно угодить, которому не угодить, то есть не будем его представлять именно как человека, а будем о нём говорить как о существе совершенном, которое ни в чём не нуждается, а Бог именно таким и должен же быть, ни в чём не нуждается, ему ничего не нужно, он выше всего этого, Так? Я к чему это говорю? То, первое, мы должны отбросить саму идею, идею заработать себе возможность соединения с Богом какими-то дарами, делами и чем-либо. Вот эту коварную идею заработка, что Бог меня принял, Богу ничего не нужно, если мы сказали, что Он совершенный. Ничего не нужно. Наши дела, они Ему не нужны. Наши жертвы, они Ему не нужны. Ему ничего не нужно. Он совершенное существо. Возникает вопрос, а что же тогда нужно со стороны человека? Видим одно. Или два. На самом деле, я хочу сказать о двуединстве одного. Или, если хотите, о двух сторонах одного. Видимо, только при одном условии, возможно, это – это сближение с Богом, это единение с Богом. При условии чего? Наличие со стороны человека искреннего, бескорыстного искания Бога. Бескорыстного, слышите? Искания Его как чего? Как истины, как вера в Него, как в истину. Это то, что именуется на языке ещё человеческом, как любовь к Богу. Как мы? Можем любить человека за что? Я говорю, любовь здесь, только будьте осторожны, за то, что он даёт. Как перестанет любить, давать, так я его любить не буду. Хороша любовь, лучше не придумаешь. А могу любить человека. Человека. Он был богат, стал нищим. Он мне так же дорог, как и был. Я его люблю. Представляете, какая разница колоссальная? Так вот, и Бога можно любить именно вот так, бескорыстно, как истину, раз, как святыню, как идеал святости. Учтите, вот здесь всё время нам сложно. Мы думаем, Бог – существо, и я её люблю как святость. Я люблю святость, стремлюсь к святости, к истине, ибо Бог есть Дух. Это не какое-то существо, которое я могу себе вообразить. Вот это моё стремление к святости, к истине. Так, это есть стремление к Богу. То, что в Евангелии, кстати, хорошо написано. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И Бог – не существо, которое где-то в каком-то образе существует. Он есть истина, Он есть само благо, Он есть само совершенство. И вот моё стремление к этой вот святыне, чистоте души, к этой истине, к этой правде, как таковое, в религиозном мировоззрении, которое понимается, как Бог, и Бог – как совокупность этих вещей, то и другое. Вот это стремление человека на какой почве может быть только осуществлено? На почве вот этой, я сказал, любви, любви, ой, как высоко. Высоко? Разве люди за убеждение не отдавали свою жизнь? Ради правды? Ради истины? Когда человек прямо говорил митрополит Филипп Ивану Грозному, зная, что с ним будет, и сколько в истории мы найдём такого, вот оно служение истине. Что это такое, вы знаете? И что мы найдём опять-таки, где мы найдём такое учение, и при каком условии возможно приобретение, если хотите, этой любви? Невозможно прийти в виднение с Богом, как духом, тогда, когда я вижу себя чуть ли не Богом, а то и Богом. Совершенно ясно, что там, где в человеке присутствует самомнение, слышите? самомнение, мнение своей, если хотите, хорошести, мнение своей праведности, своей святости. Там, понимаете, мы в какие отношения не становимся? Фактически мне Бог и не нужен. Я и сам свят, я сам правда, я сам истина. Друзья мои, это очень серьёзный психологический момент. Оказывается, в единении с Богом я могу только тогда приходить или двигаться к этому, когда я пойму, что я сам-то совсем не Бог, что я сам являюсь творением Бога, когда я пойму, очень важная вещь, что в силу того, что я есть творение, что я без Бога не могу быть Богом. С маленькой буквы. То есть, это то, что на христианском языке именуется смирением. Смирение. Вы слышите? Смирение, оказывается, о котором говорит христианство, это то объективное, что требуется со стороны человека для осуществления единения с Богом, как этим высшим существом, от которого я произошёл, от которого в своём бытии я, следовательно, зависим. Мы же говорим о религии, о религии, слышите? Так? Следовательно, там, где нет смирения, где нет учения о смирении, там не может быть истины, слышите? Только та религия истинна, которая утверждает смирение как основополагающий фактор единения с Богом. и говорит, что только на этой почве проявляется истинная любовь к Богу. Ибо только когда я убеждаюсь, что я без Бога ничто, и, напротив, что с Богом я могу стать даже Богом, тогда только на этой почве возможно достижение единения с Богом. Кстати, только на этой почве, на почве смирения и, возможно, оказывается произрастание того, что является совершенной, так сказать, ну, совершенным явлением у человека, более совершенного, чего не существует в самой психологии человека, в самом умозрении человеческом. Я говорю о любви. Итак, я в данном случае к чему подвожу? Что, оказывается, ещё объективными моментами, которые могут служить критерием истинности религии, является характер учения религии об этих вещах. Говорится ли там о смирении? и каком смирении? Говорится ли там о любви? И какой любви? Вы слышите? Каком и какой? Почему говорю об этом? Это очень важно, друзья мои. Вот почему. Вы что, думаете, только христианцы говорят о смирении? Ничего подобного. Только православие говорят о смирении? Нет. Читаю, смотрю, что такое. Очки одеваю, другие одеваю, третий. Читаю, всё то же самое написано. Оказывается, есть даже и бесовское смирение. Я даже не поверил. Как? Видов смирения много, но при каком из них возможно единение человеческого духа с Богом? Ой, как важно! Оказывается, очень важно посмотреть, что это за смирение, которое мы находим. Надо их попробовать разобрать, чтобы не ошибиться, не заблудиться, я хочу назвать для того, чтобы мы имели какое-то представление об этом. Вот один из видов, тоже называется, может быть, назван смирением. Я бы назвал его, ну, назову немножко грубовато, ну, для большей ясности, животное смирение. Знаете, как дрессируют, например, как пасут коров, пасут овец, кого там, неважно, кнут, пожалуйста, и смиряются. Смиряются? Покоряются силе, говорят, смирился человек, я тебя смирю, и смиряет жестоким насилием. ведёт себя, посмотрите, смиренно? Ну, конечно, смиренно. Куда же денешься? Иначе узнаешь, что такое. Кажется, смирение, ну, и вся душа против этого, но называется смирение. Или другой вид вам представлю. Помните, мы с вами говорили о стойках, о йогах, может, и упоминали. Там тоже есть смирение? Конечно. Какое? Апатия, помните? Апатия. Апатия. Это фактическое погашение в себе всех чувств. Его оскорбляют. Он что, взрывается? Начинает в ответ, говорит, ничего подобного. Ничего подобного. Он не обращает внимания. Идёт Сократ с учениками своими, выскакивает сосед и начинает его поносить. Помните, как в коньке-горбунке, когда ерша схватили под усцы? Надо везти его. Он, как он там говорит-то, будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчеразь при честном, при всём собрании, непоносной всякой бранью. Ну, как же, с карасём он должен разобраться, правда? Вот. Нет? Сократ идёт и не обращает ни малейшего внимания, тот его поливает. Ну, не знаю, по-русски, он, наверное, по-гречески всё так. А уж какие у греков там словеса были, мне неизвестно. Так? Ученики, наконец, не выдерживают, говорят, Сократ, ты что молчишь? Ответ. Ответ. А что бы вы сказали тому псу, который выскочил из подворотни и стал на вас брехать? Ученики пригнулись и узаваловались. Ну, как вы думаете, много здесь смирения? Что бы вы сказали псу? Или Ава Дорофея, помните случай, когда он с изумлением увидел молодого монаха, который абсолютно не реагировал на те оскорбления, которые его, вдруг там, кто-то такой его осыпал? Совершенно не реагировал. Ава Дорофея, помните, говорит, я был поражён, как он достиг в таком возрасте столь совершенного смирения? Приходит к нему, скажи, брат, как ты достиг? Этот брат ответил. Ну, примерно так, я не помню слов, но вы помните, чтобы я обращал внимание на этих мерзавцев. Чтобы обращать внимание, что они говорят. И Ава Дорофея пишет, он был потрясён той гордыней, которая оказывается у этого брата. Он-то думал смирение, а оказалась гордыня. Может быть, стоическое безразличие. Безразличие. Ну, слушайте, ну, ветер дует, листья шевелятся. Вот что такое человеческие, человеческие все эти оскорбления, поношения, обвинения. Листья шумят. И больше ничего. Помните у Пушкина хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. И не оспаривай глупца. Понятно вам? Вы слышите? Я смиренный человек. Он дурак. Да. Он дурак. Да. Ну, я уже боюсь, так сказать, заглядывать в душу стойков, йогов, но обращаю ваше внимание, что внешне смирение внутри это может быть или безразличие, просто бесчувствие, пренебрежение или даже гордыня. а личина воплощённого смирения. Ещё бы! Меня оскорбляют, а я... Да. Ну, вот, кстати, бесовское смирение бывает. Вот оно как раз, видимо, что значит бесовское. Вот в данном случае, может быть, это и есть уже бесовское, когда человек не просто, так сказать, не обращает внимания никакого на то, как меня там ругают и прочее, а не обращает по тому, что находится в гордыне. Он презирает, презирает это. Они недостойны просто моего внимания. Вот это бесовское, действительно, гордыня. Вид смирения. Ну, там и другое есть, конечно. Там и другое бесовское. То, когда, так сказать, младший бес изволит смиряться перед старшим бесом. Куда уж денешься? Ну, это то, что присуще, в частности, всему животному миру, когда перед силой приходится смиряться. Или то, о чём мы с вами, кажется, не раз говорили уже, когда человек, человек внешне, внешне праведный, а внутри исполнен всех страстей, и когда о нём говорят святой сатана. Внешне безупречен, а внутри все гады. Там и море великое и пространное, и гади их же не с числа. Вот так. Море подойдёшь, ничего не видишь. Прекрасное, чистое, голубое, прозрачное, а там, оказывается, гади их же не с числа. Представляете? Попробуй увидеть их. Даже зачерпнёшь воды, окунёшься, даже поплаваешь, и ничего не найдёшь. А там, о гади, их же не с числа. Вот, оказывается, душа человеческой, какой может быть. Вот он, бесовское смирение. Ну, и, может быть, можно сказать ещё об одном, может быть, виде тоже, тоже смирения. рима-католическое. Тот вид смирения, который мы наблюдаем по крайней мере, у великих, уж тем более не у великих, да, святых, рима-католической церкви. Здесь, я бы, его хотел бы связать прямо с любовью, о чём сейчас будем и говорить, даже. Это смирение, проистекающее из видения, если хотите, своих заслуг перед Богом, своей добродетельности перед Богом. Вы знаете, друзья мои, имейте в виду следующее. Я могу умиляться, вы слышите, умиляться своей жертвенностью. Здесь я уже перехожу вот к категории любви, но она, вы понимаете, как связана со смирением. Могу умиляться. Помните, как весь мир умилялся матушкой Терезой в Индии? Я не знаю её, и лично о ней не хочу ничего сказать, да избавит Бог, ни об одном человеке ничего не хочу сказать, но хочу сказать об этом внешнем феномене, о Терезе, об этой. Весь мир умиляется чем? Её жертвенностью. Помните, в Индии, как она ходила за больными, за убогими, прокажёнными, все ахали и охали? Скажу вам, будьте крайне осторожны. Ещё раз повторяю, я могу, могу весь, себя всего отдать. Ради? По какой причине? тщеславие. На людях и смерть красна. Самый отъявленный по час трус, который комара боится, может на людях совершить геройский поступок. На людях и смерть красна. Ух, как точно подмечено в нашей пословице этой русской. Да, что вы! Тщеславие, когда охватит человека, когда станет его движущей силой, тогда какие поступки он может совершить? Какая жертвенная любовь может у него изливаться? «Боже ты мой! Что вы! Имейте это в виду!» Здесь кажется и смирение, здесь кажется и совершенная любовь. Оказывается, и любовь может быть лживой. Слышите? Лживой! Обратите на это внимание. Рима-католическое вот это смирение. Посмотрите, какие смиренные! Когда мы читаем их жизнеописание, это поразительно. Франциск Осиский, который терпеть не мог никаких книг. Услышите? Терпеть не мог. Кстати, обратите внимание, вот вам, великий святой, столб, никаких книг не читал. Но зато, если находил какой-нибудь кусочек бумаги, на котором написана буковка одна, он её хватал и берёг, я не знаю, не отнимите ни за что. Почему? А потому что из этих букв, оказывается, может быть написано слово Иисус. Вот, оказывается, причина какая! Вы подумайте! Вообще, когда вы познакомитесь вот с его Фьеретти, эти цветочки Франциска Осиско, вы увидите там эту, так сказать, эту любовь. Любовь ко Христу, оказывается, какая любовь ко Христу? Какая любовь? Компассива! То есть, воображает себе страдания Христа и проникается чем? Чувствами к нему! Я бы очень посоветовал такому подвижнику, прямо посоветовал, представьте себе кошку, так, которую поймали вот эти вот ребята-негодяи и начали бы её мучить. Представь себе, как её мучают, как она страдает, как она мяучит, и вот тебе будет компассива. Разве к этому призывал Христос? К этой любви призывал Христос? Вы подумайте! Когда вот это увидишь, то поймёшь действительно, что человек не прочитал ни одной книжки святых отцов, совершенно не понимает, что такое любовь ко Христу. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. А не расплывается своими чувствами, глядя на мои страдания. Да, можно, и это при условии только одном, чтобы проникнуться благодарностью ко Христу, чтобы проникнуться желанием, искренним желанием исполнения заповедей Его, ответить на эту любовь, любовью ответить, только тогда. В противном случае всё это превращается в душевность, которую апостол называет бесовской душевностью. Так вот, тут вы увидите прям смирение какое угодно. И любовь, увидите, которая доходила, доходила опять до чего? До романов, мысленных романов со Христом. когда уже бес уже является даже, являлся, вы слышите, до чего, бедные до чего доходили. Бес является в образе Христа и ходит по дорожке часами, и этот бес всё объясняет какой-нибудь Катарине, где там в Палестине, какое место находится и что там происходит, когда супругом себя объявляет друг и так далее. Смирение. Видите? Тут и смирение, и любовь. Я сразу вам об этом сразу говорю, что и любовь может быть лживой, совсем не той любовью, которая благоприятна Богу. Вот эти виды смирения, которые я вам перечислил, они не приближают человека к Богу. Ни бесчустия не приближают к Богу. Нисколько. Ни покорной силе совсем, это совсем недостойное отношение просто человека к Богу. Совсем нет. Совсем не это. Небесовская гордыня. Совсем нет. Это совершенно очевидно. Христианство говорит, какая это любовь. Какая это любовь говорит об этом христианство. Как она говорит? Это возгорение духа, духа человеческого, возгорение сердца человеческого, которое абсолютно бескорыстно, с благодарностью, готово действительно ответить на любовь любовью, чем? Чем? Ох, как об этом прекрасно, прекрасно пишет Исаак Сирин. Это его замечательные слова. Я помню, вам зачитывал. Ещё раз зачитаю. Пожалуйста, имейте в виду. Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Вы слышите? Если же хочешь сказать это только для слова, то есть, что в тебе хочешь божественной любви, то не ты один говоришь, ну и всякий говорит, что желает любить Бога. Слышите? И слово это всякий произносит, как своё собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык. Душа же не ощущает, что говорит. Ух, как замечательно сказано! Запомните, пожалуйста, это. так вот, кстати, католическая эта любовь, она вся основана на чём? Ну, вот это возгорание чувств, желание любви к Богу. Они любят Бога. На самом деле, на самом деле ситуация совсем другая. Не может быть там любви, да, где нет препобеждения страстей. Вы слышите? где нет препобеждения страстей. Там будет мечтательность. Святые отцы, как хорошо об этом говорят, мечтательность любви, а не любовь. Вот. Вот как в отношении смирения, видите, христианство только показывает, каким образом приобретается эта правильная любовь, истинная любовь, при которой действительно возможно соединение духа человеческого с Богом. Ибо нечистая душа не может прийти в единение с чистейшим Богом. Чистота же души приобретается за счёт борьбы со страстями так и происходящего отсюда смирения, ибо только дверью смирения входит Бог в душу и очищает её от всех страстей. Как приобретается это смирение? Опять говорит христианство только. Настаивает причём? Тщательно исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вы слышите? Указывается! А то, знаете, как красиво говорят? Любви! Я люблю Бога! Ой, как я жажду тебя в Христе! И так далее. И вот эти мечтания душевные, сентиментальные. Нет способа приобретения божественной любви, если ты не препобедил страстей. Страсти побеждаются, чем искоренением их рукою смирения. Вот так. Я вам скажу, вы этого не найдёте. Ни в одной религии вы этого не найдёте. Вы слышите? Почему я говорю об объективных критериях? Нигде этого нет. Причём это, что это необходимо, это совершенно очевидная вещь. Пока у меня страсти, простите, как я могу прийти в единение с Богом? Не могу. Это совершенно очевидно? Очевидно. Как они искореняются? Скажите. Я вам дам вот сейчас восьмеречный путь буддийский. Там идёт об идёт. И кем в конце конца становится человек? Белым слоном. Сам. Я сам победил, я сам достиг, я сам Будда, я сам. Никакого Бога мне не нужно. Я он довершает довершает свою сентенцию сам Будда. Вы слышите? Я вот только недавно в Калмыкии был. Мне очень хорошо показали этот путь, путь восхождения, который начинается с тёмного слона, и как постепенно он белеет в процессе восхождения. Кажется, всё там и смирение, и любовь. на самом деле мне Бог не нужен. Я сам Он. Так вот, в отношении любви, в общем, я сказал о романтической, об этой вот, ревокатолической, конечно, вот эта мечтательная любовь, друзья мои. Да. Не смешивайте, есть естественная просто любовь, которая присуща всем тварям земным. Это совершенно другое. Это то, что присуще природе. и меня никто не будет хвалить за то, что я дышу. Скажите, ах, какой добродетельный, он дышит. Скажет, что он жив. Так же и за то, когда мы влюбляемся и любим, нет здесь ни добра, ни зла. Вы слышите? Ни добра, ни зла. Это просто природа. Правда, всё можно исказить, но это совсем другое дело. А на самом деле, это природное просто явление. Оно присуще собакам, и кошкам, и гусям, и лебедям. И через неё поэтому мы с Богом виднением не войдём. Это надо же понимать. Опять-таки, о какой любви идёт речь? Ну, об этом я вам сказал. Только той, которая рождается на почве смирения. И об этом говорит только христианство, точнее, только православие. вот эти объективные некоторые аргументы, которыми я с вами хотел поделиться сегодня. Как вы знаете, здесь всё не так просто, естественно, не так просто, но мне кажется, что это нужно, нужно, так сказать, иметь в виду. Это может нам пригодиться с вами в наших с вами последующих анализах различных точек зрения. Ну, хорошо.